Бизнес в молодежной среде Чем отличаются современные тенденции ведения собственного дела И с какими сложностями сталкивается бизнесмен-христианин Вот мы имеем в гостях у нас представителя молодого поколения бизнесменов Вот Антон, скажите пожалуйста, каково оно вообще сейчас строить дело А я так понимаю, вы уже с нуля, да? Ну да, можно сказать так Можно сказать стартап, да, у вас был определенный Вот каково это не растеряться И каково это, ну скажем так, не секрет Ведь что наша страна не такая уж и радужная с точки зрения построения своего дела Да? Ну в чем-то да Вот скажите, с какими сложностями вы столкнулись? Как вы вообще, как вы начали? Ну это всегда риски большие То есть тут, тут, тут главная какая-то идейность, мне кажется, должна быть То есть если ты в это веришь, тогда ты этим занимаешься И вот, ну, роешь землю, чтобы это продвинуть, эту идею То есть тут, тут вот важна идейность Тут можно, может повезти, скажем так, может не повезти Главное, вот самому в это верить И это четко простроить какой-то вот Какой-то план Чтобы он вот Какое-то видение должно быть То есть мы создаем какую-то картинку Мы хотим, чтобы вот было так Я хочу, чтобы было так И пытаемся это как-то реализовать уже А вот многие из ваших друзей Там, я не знаю, из школы, из института Решили тоже пойти по пути не работы по найму Да, на кого-то А вот сами на себя Ну, не многие, но есть Ну, опять же, занимаясь бизнесом Он и круг общения Вот тоже в этих же кругах То есть у нас есть, например, ассоциация молодых предпринимателей Рязани Вот, я в ней состою То есть это определенный обмен опытом Это, ну, здорово, когда есть вот другие люди Со схожими взглядами С которыми можно чем-то поделиться Каким-то опытом Вот, ну, это удобно Понятно А, ну, вообще многие прогорают? Ну, наверное, да То есть какой-то процентного соотношения его нет, да? Угу А вопрос следующего характера Скажем так Введение дела, да? То есть бизнес Вы нанимаете людей У вас какой-то вот свой проект Как это сочетается и Соотносится с вашей верой? Вот Баланс и грань Ну, мне кажется, вера Нельзя ее вот проецировать конкретно там Как это соотносится с этим? Как это с этим? Она же идет по всей жизни То есть мы, соответственно, живем Вот на основании Ну, определенных там Постулатов Они через всю жизнь идут Соответственно, мы на бизнес Это тоже проецируем То есть там, нанимая людей Мы понимаем, что мы их Ну, мы их не можем обмануть Мы их не можем кинуть То есть это Мы в ответе за тех, кого приручили Скажу так Это очень важно То есть у меня тут даже Такое отношение Вот Я думал вот это вот много раз У меня были случаи Неудачных сотрудников, скажем так То есть которых там Приходилось увольнять Там еще что-то Но в этих случаях То есть я стараюсь Ну Я рассчитаю этого сотрудника То есть я его вот уволю Но я его рассчитаю полностью Там, несмотря на то Чтобы он там не сделал То есть пусть это лучше будет На его совести Чем там на моей Какой-то грех останется Опять же У нас бывает То есть, ну, какие-то Серьезные недостачи Есть такой момент Что, ну, не пойман, не вор Соответственно, вот Не поймали Я представляю там Кто это может быть Грубо говоря Но нет доказательств Вот До свидания Да, все пусть так будет Пусть лучше Ну, это будет вот на человеке Если он виноват Чем вот на мне там Когда я ошибусь Но это опять же Лично мое какое-то видение То есть у всех По-разному это работает И тут уже стараешься Думать наперед И больше прогнозировать Анализировать ситуацию Ну, чтобы не довести до этого То есть Есть Ну, это не вопрос Тотального контроля Вот там камеры Там вот это все слежение Это вопрос построения Чтобы все было четко То есть чтобы вот там Были те же камеры Были там программы Были все вот это вот работало Лучше это не пригодится Чем Ну, лучше тут даже так Это не столько для того Чтобы найти в случае чего Сколько для того Чтобы этого не было Чтобы не было у людей Возможности Желание там Как-то Как-то где-то Что-то Пойти не по той дорожке У них изначально Должны создаваться Комфортные условия Для работы Ну, в том числе Вот в этом направлении А вообще много людей Приходит Ну, скажем так Да Возвращаясь к вопросу О работе по найму Да, то есть вы нанимаете людей Много ли приходит людей Сразу с каким-то вот Желанием Как-то наживы что ли Потому что Ну, не секрет Не для кого Что Любое, скажем так Личное дело Там бизнес, да Многие рассматривают Как возможность Что-нибудь Какие-нибудь, знаете Альтернативные пути Найти заработка Вот скажите По вашему опыту Много людей таких Приходит? Да приходит Может и много Не отсеивают сразу То есть У меня опять же Фирма небольшая То есть у меня до До 10 человек И я стараюсь Мне очень важно Чтобы Ну, чтобы это был мой человек Чтобы я с ним сработался То есть Это не какой-то там завод Где мне нужен человек Четко там вот Под таким требованием И который будет там С 9 до 6 Выполнять эту работу Четко И мне от него ничего не надо Я с ним не общаюсь Нет У меня каждый человек То есть мне важен с ним Очень личный контакт То есть Вот мы с ним Должны сойтись во мнениях Если мы не сходимся То мы расстаемся На этапе собеседования На этапе стажировки Возможно Позже Ну, то есть Не важно Мы вот на этих этапах Уже расходимся Поэтому Ну, я думаю Это в самом начале Вот как-то Интуитивно Это на уровне Таком, да Вот Ощущение даже Да Взглядов там Каких-то Слов определенных Соглашусь с вами На самом деле В храме Примерно та же ситуация Когда Любой настоятель Нанимает человека Да Приглашает для Несения того или иного Послушания Это очень интуитивно Ты смотришь на человека Вроде Каких-то формальных признаков Отказать ему нет Но в то же самое время Ты чувствуешь Что вот Ну вообще никак Да И по опыту Многих настоятелей Да Многих храмов Даже если этот человек Придет Он будет работать Он будет работать Недолго Потому что Рано или поздно Придет какой-то момент И скажет Нет, извините Я вам больше скажу Я чаще беру людей Даже без опыта Но с каким-то вот Желанием То есть у них Вот Либо желание работать со мной Либо желание работать В этой сфере То есть вот Вот им прям хочется Вот если у них там Горят глаза Если мы с ними сходимся Характерами То я готов взять человека Без опыта Без всего Вообще абсолютно И вот Потихоньку Постепенно Его вот Привести К К нужной должности Скажем так К общему знаменателю Да Действительно Это Так на самом деле Чаще всего наверное И должно быть Вот это горение духа В той сфере Которой ты занимаешься Да Оно все-таки Наверное И делает Человека Отчасти счастливым Да Вторая часть Это семья А вот насчет семьи Да Как Ваша Супруга Как ваши Близкие Относят к тому Что вот вы Не работаете С девяти до пяти И все остальное время Были бы дома С двумя выходными Да И вообще Как у вас строится Вот во-первых Взаимоотношения В семье В связи с делом И вообще Есть ли у вас Выходные Там Отпуск Ну Начнем с того Что жена Меня изначально Как бы поддерживала Если бы не она Я возможно бы И не Не стал бы бизнесменом Скажем так У меня всегда было Ну Какие-то предпринимательские Такие вот были Направленности Скажем так Изначально Но Мне не хватало Какого-то стимула Какой-то мотивации Вот С женой Это Как бы Получилось реализовать У меня прям Захотелось Скажем так Работать То есть Появилась Вот эта вот Мотивация Какая-то И она изнутри Пошла То есть Это не то Что там Жена Иди работай Вот давай Это просто Вот захотелось Просто вот эта искра Загорелась И все Погнали Понеслась Вот Она изначально Поддерживала все Она и сейчас Поддерживает Тут Момент Графика Рабочего Ну например Воскресенье То есть У нас вот День семьи То есть Это вот прям Четко выделяется Но это не значит Что я не могу там Уехать в воскресенье На работу То есть вот Бизнес Это такой живой организм Который Не знаешь Когда требует Внимания То есть Он тебя может Отпустить Я могу там Везде ничего не делать Грубо говоря А может там Занять твое воскресенье Там Не дай бог Что-то где-то прорвало Какой-то там Форс-мажор То есть Это же все работает Каждый день То есть Опять же У меня продажи То есть Я не там Магазин Он работает каждый день Он работает Семь дней в неделю Поэтому Как работает бизнес Так работаю я То есть Я в воскресенье Себе выделяю Я стараюсь его разгрузить От текущих там задач Но если что-то Экстренное появляется Я соответственно Туда срываюсь По графику Конечно же Не хочется Чтобы я больше Находился в семье Это как бы Это очевидно Да Это понятно Но когда вот Это вот анализируешь И пытаешься понять А что было бы Если бы я с девяти до шести работал Я понимаю Что я бы Ну столько же Я бы времени уделял Жене всегда будет хотеться В принципе Чтобы ты больше проводил С ней Время Вот Поэтому У меня например Ненормированный график То есть иногда Я могу Вот ну как сегодня В семье ехать И я могу вернуться В полночь То есть я и вчера Там вернулся в полночь Я тоже весь день работал Иногда я могу До обеда быть дома Потом приехать В те же шесть часов И тоже Прийти домой То есть там Заранее мы что-то планируем Тоже я могу Среди Ну среди будней Мы можем куда-то там Сорваться Уехать Все зависит от ситуации То есть бывает Откроем какой-то новый проект Там ну практически Без выходных И без сна наверное Да Ну как и в церкви Ну тут есть плюсы-минусы То есть с девяти до шести Тут какая-то стабильность Но у тебя нет возможности Вырваться Как-то А тут Ненормировано То есть тут То же время отдыха Оно распределяется Просто по-другому совершенно Это с одной стороны плохо Потому что нет какого-то режима Я вот сейчас Пытаюсь наладить Как раз Как-то структурировать Как-то вовремя вставать Но Тяжеловато, да? Ну тяжеловато Сбивают Какие-то рабочие моменты Которые ты не можешь Предсказать Вот например Вчера партнеры Стул приезжали Я с ними был До полуночи То есть Ну я физически Не могу уехать в одиннадцать Пока у меня гости Из другого города Ну естественно Естественно Очень вы знаете Вы описываете Очень похожую ситуацию Как среди священнослужителей Тоже да Очень ненормированный график Резкий Такой рваный порой Да И тоже допоздна Порой С самого раннего утра Так что Я вас прекрасно понимаю Да И жены наши Наверное Тоже прекрасно Друг друга поймут А вот Вопрос Знаете Какой меня Всегда меня интересовал То есть ладно Мы священники Да То есть наше дело Это молитва И мы Если так говорить Несколько светским языком Да То есть мы Имеем возможность Молиться Во время работы Да А вот у вас Получается Ну это Скажем так Знаете Этот вопрос Может быть Не Нужно В полной мере Прямо раскрывать Потому что все-таки Вопрос такой Лично Личного Взаимоотношения С Богом Остается Но вот скажите Когда человек Занят своим бизнесом Когда у человека Свое дело Ведь понятно Что все силы И все Весь практически Творческий потенциал Да Направлен Вот в это самое дело Скажите Трудно ли Сохранять Определенные Теплые Взаимоотношения С Богом При этом Или нет Тут сложный вопрос Тут Я на самом деле Ждал его Немного в другой формулировке И такой думаю Вот сейчас я отвечу Вот А тут так раз И получилось Немножко по-другому То есть Сложно ли Жить По Правилам По закону Божьему Не сложно Если Их Изначально В голове Проставляешь То что Ну как Это стиль жизни Скажем так Такой Если это не проецируешь А как там В священном писании А если изначально Свою жизнь строишь Что там По заповедям Не это Не это Не это Сказывается На берегу еще Да До деятельности Да Тогда не сложно Сложно ли Именно Вот Общение с Богом Вот это время Какое-то уделить Наверное да Наверное тут уже Сложнее Порой Как-то Ну заигрываешься Что ли Порой Наверное просто Дела настолько Поглощают Что потом Только вспоминаешь Что господи А я Как же ты Да Ну все равно Ну а какие-то моменты То есть вот там Принятие решений Там еще что-то То есть ну В голове Такое Дальше поехали А вот Часто ведь Наверное То есть Когда человек Работает там С девяти до пяти В офисе сидит Да У него и предложений Такого сомнительного характера Поступает Сравнительно мало Да Все же Русская Бизнес-среда Да Практически Никогда не отрицала Вариативность Законодательства Да И вот эта Древняя наша Поговорка Закон Как дышло Да Как повернешь Так и вышло А еще многие говорят о том Что по правилам Нельзя строить Вот Своё дело Скажите А с другой стороны Да Обратная сторона Медали Или там Обратная противоположная Сторона Противоборствующая Это Православное христианство Которое говорит Бога бойтесь Царя чтите Да Закон тот который есть Надо исполнять Причем не обдумывая Особо сильно его Да То есть Есть закон Извините Вот мы должны его выполнять В том числе гражданский Вот скажите пожалуйста Среди может быть Вот друзей у вас Да Много разных людей Там разные вариативные Ситуации Ну вот православный бизнесмен По хорошему По идее Да Ну как бы Скажем так Не даже православный бизнесмен А человек Который ведёт своё дело Который живёт По определённым принципам Православия Христианства Да Трудно ли Соблюдать Сложности И тонкости Вот Налоговой сферы Например Или там вообще Гражданского закона Ну Трудно Но реально Ну Скорее да Чем нет Ну Сложно Тонкий лёд Очень тонкий То есть вопрос Налогов И уклонения от них То есть он тут не стоит Тут Тут не трудно Тут вопрос с оптимизацией Да Это сложно Это трудозатратно Сложно Бюрократично Скажем так Это Ну Заставляет Отвлечься От реальных дел От бизнеса И попотеть И заплатить И вот Это сложно Это Это не комфортно Но это можно оптимизировать Если это налажено Если это Отдано нужным людям Там под управление То есть ты занимаешься бизнесом Бухгалтер занимается бухгалтерией И всё хорошо И спишь спокойно Зато спишь спокойно Вот Тут не сложно Если вопрос Законодательства целиком Если мы говорим там О сотрудниках Например То тут уже Встаёт вопрос Кому сделать лучше Сотруднику Либо государству Тут вот такая вот Чаша весов Тут сложно То есть Я стараюсь И так и так Попробовать Соответственно Сотрудник Не теряет Этих денег То есть Их теряю больше я Наверное Но государство Опять же Там Чуть-чуть Наверное Не дополучает Сколько могло Потому что Ну Мы все понимаем Что Ну что Полностью оформленный Сотрудник Это очень дорого И Не факт Что он эту пенсию Получит Откровенно говоря Ну да По нашему И вообще Да По нашему Законодательству То есть Там часть Часть зарплаты Сотрудника Она у самого Сотрудника Забирается И Откровенно говоря Мало кто хочет Мало кто этого хочет Да Я стараюсь Это оптимизировать Сделать Чтобы и так И так То есть Сотрудники Оформлены Все хорошо То есть Но С какими-то Там поправками Потому что Чтобы было понимание Вот Если человек Оформлен Не оформлен Если человек Оформляет Работодатель И при этом Без потерь сотрудника То есть Там есть часть Которая платит Работодатель Есть сотрудник Если часть сотрудника Взять на себя То Вот как бы не соврать 40 с лишним Процентов Зарплаты Отдается В Пенсионный фонд В этом-то и проблема Нынешнего Общества Об этом Просто очень многие Пишут Очень многие Говорят Но Пока все Есть как есть И К сожалению Может быть И к счастью Но это такая Ситуация Исключительно Русская Потому что За рубежом Совсем другие Ситуации Там Все гораздо проще Во многом Вот Ну ладно Оставим Сложные Вопросы Тонкий лед Оставим Вопросы Связанные С пристальным Вниманием Законодательства Поговорим Вот о чем На ваш взгляд На ваш взгляд Есть ли те сферы Для самореализации Бизнесмена Да Человек Который хочет Предприниматель Назовем так Есть ли такие Сферы Предпринимательства Которые Православному Христианину Категорически Запрещены Мы сейчас Не говорим Про торговлю Наркотиками Оружием Это точно Нет всем Если про них Не говорим Тогда В любом случае Наверняка Есть какая-то Сфера Которая Ну скажем так Вопрос реализации Да То есть Если мы Отметаем оружие Наркотики С ними Все понятно То у нас Этих сфер не остается Остается вопрос Реализации И в принципе Моральных Каких-то Качеств Изначального Посыла То есть Этой деятельности То есть Всегда Должна быть Миссия Да Всегда Должна быть Миссия То есть Вот Делая бизнес Он Ну Хороший Грамотный бизнес Это не про деньги Это не столько Про деньги То есть Это про идею Это про миссию То есть Вот Вот этим нужно жить, этим нужно гореть. Чем не важно, наверное, чем, да? Да, тогда это будет работать. И вот тут уже вопрос какой-то духовный изначально, как личное мировоззрение, вот эта вот вера, как она пишется с этой деятельностью? И как вот это вот, как ты себя оправдаешь, скажем так, перед Богом? Так она дальше будет работать. Но порой ведь оправдаться нечем, порой это оправдаться нечем. Поэтому есть определенные все же, наверное, сферы, которые православным христианам все же не стоит заниматься. Например, массовые или не массовые, но какими-то питейными заведениями. Все же это не очень... То есть можно много говорить о том, что вопрос меры, но тем не менее в какой-то мере, хотя, может быть, это исключительно мое личное мнение, в какой-то мере лучше не дать, скажем так, массовые возможности чему-то, нежели чем популяризировать какую-то тему, которая даже есть в обществе. Опять же, вопрос подачи. Вот мы можем взять так любую сферу и разобрать. Вот вы сказали про питейные заведения. Питейные, питейным рознь. Если мы открываем рюмочную, понятно, что никому ничего хорошего от этого не станет. Если мы открываем какое-то ламповое заведение с интересным интерьером, где там дорогой алкоголь, который не столько отсеивает неплатежеспособную аудиторию, а сколько не дает человеку напиться. Он не может себе позволить, и он не захочет этого. То есть он придет, ему там огласят определенные правила. Это же больше клуб такой. Ну да, почему нет? Это тоже питейное заведение будет, но оно построено на атмосфере. Пришел с другом, выпил там по бокалу коньяка. Все, все разошлись, всем комфортно все. Это может быть разговор у камина, беседа, они могут поиграть в шахматы, да что угодно. Но это определенный формат будет, и это тоже будет питейное заведение. Везде нужно знать вот эту вот меру и правильно это грамотно преподносить, подавать. Опять же, где-то в каком-то заведении вам скажут, что, молодой человек, вам, пожалуй, достаточно. Вы сегодня хорошо отдохнули, давайте мы вам вызовем такси за счет заведения. И это будет хорошо. И человек отдохнет, и с утра ему будет комфортно, и он все помнить будет. А где-то ему скажут, а давай, за наш счет еще рюмка, там, серия шотов. Ну вот. Понятно, это вопрос уже целеполагания, да, зачем человек делает это заведение. Соглашусь с вами. Ну, вопрос, становящийся традиционным. Вот скажите, пожалуйста, как вы воцерковлялись? Как у вас вообще получилось? Ведь не все молодежь сейчас нормально относится к церкви, к Богу. Ну, сложно и не сразу, скажем так. Долгий путь был? Ну, он был неровный, он был. Вот. У меня воцерковилась сначала мама, она меня очень долго пыталась к этому как-то привлечь. Я одно время ходил в храм, потом у меня что-то в жизни случилось. Я не помню, честно говоря, как, то есть я как-то ушел от этого. А в каком возрасте ушли? Вот я ходил, наверное, в храм с 18 до 20, где-то так. А потом после 20? Прямо чуть ли не каждое воскресенье, то есть у меня прям было вот какое-то тогда видение такое. А потом она как-то резко пропала. Вот. И пропала где-то, ну, как бы не соврать, год на три, на четыре, наверное. Там мама еще сильнее воцерковилась, она там прям насела так, прям вот, все так. У нас там были дебаты такие вечерние, там приезжал зять у нас, муж сестры, мы с ним вдвоем на нее наседали. То есть, а вот почему так, а почему так, вот. Мама выдержала оборону? Она выдержала, да, но там, то есть, не переубедила, скажем так, там баланс какой-то держался. Вот, ну, в итоге как-то вот постепенно, ну, наверное, благодаря маме в том числе, то есть, вот, вот, пришел все-таки, понял, что да, и прям, прям вот, ну, Бог даст, устойчиво встал, и сейчас вот сомнений никаких нет. То есть, все четко. Ну, дай Бог, дай Бог вам силы крепости и в будущем, пусть ваше дело, скажем так, самореализации растет, движется. Ну, а мы попрощаемся с нашими зрителями. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»